С удовольствием зачитываю «Колобка и педофил» Леонид Каганов. В 39-м царстве в полицейском государстве жили-были старик со старушкой у самого телеэкрана в избушке. Попросил бабу-дед «Испеки колобка на обед». Посмотрела бабка рецепт в интернете, принялась искать муку в буфете, обыскала балкон, обыскала туалет, пробовала одолжить у соседей хамство в ответ. Надела бабка валенки, вышла на трассу, дошла до города, отстояла в сберкассу, сняла со сберкнижки последние пятаки, купила в палатке пачку муки, вернулась домой, порвалась на антресолях, нашла пачку дрожжей и щепотку соли, сходила в церковь, отошла в конец зала, отскребла с подсвечника сучного сала, вернулась устала и съела валидол из аптечки, полежала, оклемалась и к печке, слепила колобок, обжарила немножко и положила остудить на окошко. Остыл колобок, пришло время обеда, а он как сорет на бабку и деда. «Руки прочь, от меня будет хуже!» И как заголосит в окошко наружу. Я маленький, я кругленький, на блюдчике катался, у меня бабушка домогалась, у меня дедушка домогался. «Гражданское общество, хватайте вилы, бейте их, бейте, они педофилы!» Набежали полицейские, не стали разбираться, подвергли стариков химической кастрации, а колобок осталась неплохая квартира с комнатой кухни, балконом и сортиром. Катится колобок по району, мимо лавочек окрашенных зеленых, справа заборы, слева гаражи, горит помойка, броют бомжи, начались высотки, кончились сарай, и вдруг видит, на встречу уходит зая, на носу очки, во рту сигарка, в лапах двухтомник классификации Ламарка. Устал, бедняга, идет с работы, весь день принимал у студентов зачеты. У виллы колобка застыл прочно, надо же, какое странное беспозвоночное. Схватил колобка, да говорит ему, колобок, колобок, тебя в музей возьму. Колобок в ответ, ты в своем праве, только дай мобильник смс отправить. Схватил мобильник, залогинился в интернете и пошел орать в социальные сети. Я маленький, округленький на блючке катался, у меня бабушка домогалась, у меня дедушка домогался, так домогали, что полдвора видела, а теперь заяц домогадывает свою голову и видео. Набежали полицейские, не стали разбираться, подвергли зайца химической кастрации, а колобку достался мобильник, золотые очки и вставная челюсть. Пустячок да прелесть. Катится колобок еще полчаса, тут навстречу выходит лиса. На лапе у лисы татуировка лиса, а в лапе травматический пистолет оса. Колобок лисы не испугался, да как начал, у меня дедушка домогалась, у меня бабушка домогалась, а лиса в ответ, я глухая, иди поближе к самому уху, хвать колобка, и прижала к своему брюху. Соткнула колобку рот, упала на спину и как заорет, о боже, что делается, о небо, меня насилует батон хлеба, в центре города среди белого дня батон хлеба насилует меня, о горе мне, о позор мне, насилует меня в возвращенной форме. Граждане, что это творится, где гражданское общество, где блогер, где полиция? Пробежали полицейские, не стали разбираться, подвергли колобка химической кастрации, лопнул колобок, рассыпался по дорожке, прилетели голуби, таклевали крошки и тоже химически кастрировались все, а все имущество досталось лисе.